Добрый день, уважаемые школьники, студенты, преподаватели физики. Сегодня мы продолжаем наше занятие по эфирной теории. Тема очень сложная у нас. Мы уже две темы два раза подряд ее рассматривали. Это касается самой важной энергии, тепловой энергии. Ну, последнее сообщение было вчера. Комментарий пока мало. Два комментария такого порядка. Вы говорите о протоне и геоприоне. А вообще существует три единства. Еще нужно сюда привести нейтрино. Да, нейтрино, по-моему, да? Нет, фотон. Фотон. Ну, фотон. В потонах света здесь свет измеряется в фотонах. Но фотон – это не частица. Любая частица измеряется размерами, то есть геометрическими. У фотона нет размера геометрического. Поэтому можно еще говорить о третьей частице. Действительно, это нейтрон. А нейтрон – это соединение протона с электроном. Когда распадается, то они падили с существу. Поэтому нейтрон – это тоже частица. Ну, что чего типа. Теперь переходим к теме сегодняшних занятий. Я сейчас включаю демонстрацию. Молодец, Сережа. Вот, все вышло у нас. Все вышло. Ну, у нас тема продолжения той темы. Сегодня мы будем говорить о террористическом доказательстве трех законов термодинамики. Сейчас, одну минуточку. Вот, я вывел правильно сейчас. Ну, известно, что сегодня все три закона термодинамики основаны на экспериментах. То есть, благодаря получимым экспериментам вывели эти законы. Вот тут у меня все про эту тему написано. Может быть, прочитать. Ну, давайте я ее-то расскажу своими словами. Итак, сегодня мы говорим о террористическом объяснении этих законов на основании эфирной теории. Вот первый закон термодинамики. Он о чем говорит? Ну, он говорит о сохранении энергии для термодинамических систем. Он гласит так. Количество теплоты, сообщенность системы, равносумие работ газа против внешних сил и изменение внутренней энергии системы. Вот его запись. Уровняется дельта У на А. Давайте рассмотрим рабочий процесс, антибиотический процесс с террористым двигателем внутреннего сгорания. Когда после добавления тепловой энергии уравняется масса этих циклов за счет быстрого сгорания, в смеси идет действительно рабочий процесс. Газ совершает, или этот газ называет рабочим термом, совершает работу А. И частичный в виде тепловой энергии дельта У остается в цилиндре в виде тепла остаточного. Тогда мы можем записать действительно, что общая энергия начальника равняется остаточной плюс энергии равной работе. Ну, мы выразим тепловую энергию дельта У, оставшуюся после завершения работы газом, через массу эфира. Соответственно, дельта МУ эфира вот таким образом, что дельта У является дельта МУ эфира С квадрат. Определим массу эфира, которая израсходована на совершение работы А. Обозначение МА эфира она отражает уменьшение мезмолекулярной массы, а следовательно и температуры газа, которая ушла во внутренний молекул при ангибатическом процессе. Таким образом, мы можем записать выражение, что вот это общее выражение масса эфира исходно равняется остаточной массе плюс масса эфира связанной с совершением работы. Таким образом, полное выражение первого закона термодинамики записано вот так. Уравняется дельта МУ энергиотическое соотношение соотношение ее через массы и вот эта масса эфира, которая совершает работу, она изменяет молекулярную молекулу, массу молекул. Когда совершает газ, масса молекул увеличится, а газ охлаждается. Ну, а наоборот, когда мы работали над газом, мы об этом раньше с собой, то газ из внутренней части молекул выходит в межмолекулярную температуру, будет повышаться. Давайте скажем о втором законе термодинамики, который получен опытным путем и в формулировке клаузиса гласит, невозможен процесс перехода теплоты от тела с более низкой температурой к телу с более высокой. Давайте его рассмотрим доказательства наставания эфирной теории. Действительно, более нагретое тело в межмолекулярной области имеет больше массы эфира, соответственно, большую плотность и давление, чем менее нагретое. При сопоставении теплого и холодного тела под действием давления эфир переходит к менее нагретому телу. Обратный процесс невозможен. Таким образом, второй закон термодинамики нами доказан. Третий закон термодинамики. Эксперментальное изучение свойств веществ при сверх низких температурах провело установление третьего закона термодинамики, из которого следует, что невозможен такой процесс, в результате которого тело могло быть охлаждено до температуры абсолютно нуля. То есть, это принцип недостижимости абсолютно нуля температуры. Приведем теоретическое доказательство этого закона следующим образом. Как отмечалось выше, температура тела характеризуется массой эфира между молекулами. Но если температура будет нулевая, то есть, не будет ее, значит, не будет эфира между молекулами. Но это возможно в том случае, когда отсутствует молекула. Поэтому наличие молекул не может привести к нулевой температуре. Поэтому ниже нулевой температуры вещества не существует. Вот простые доказательства третьего закона термодинамики. Как видим, все это доказательства с нашей физической точки зрения на основании теории эфира и отличаются от тех экспериментальных, которые были получены. Теперь сделаем общие выводы. На основе эфирной теории дано теоретическое доказательство трех законов термодинамики, который сейчас опирается только на эксперименты. Второе. Носительной теплоты является бесчастичный эфир и существует зависимость уровня массы эфира С2. И третье. Первый закон термодинамики подтверждает изменение межмолекулярной массы эфира при совершении работы газа. Соответственно увеличится масса эфира самих молел. Ну на этом я буду заканчивать. Я прошу еще более активного участка в комментариях. У нас еще много интересных тем, и мы продолжим работу. Большое спасибо за внимание. Спасибо.